Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, проблематика состоит в том, что когда у вас нет отношений, вы жизнерадостный, легкий, веселый человек, который любит все познавать, все постигать и так далее. Как только вам начинает хотеться отношений, вы превращаетесь в другого человека, все контролирующего, очень тяжелое, думающего об отношениях каждой части, с чувством, что если этого делать вы не будете, то вы не сможете ситуацию контролировать. И вы описываете некие проявления ревности, да, то есть вы ревнуете, хотя оснований для ревности нет. Так было и с предыдущим молодым человеком тоже. Смотрите, во-первых, при всей кажущейся легкости, когда у вас отношений нет, при всем вашим интересам к жизни, при всей вашей жизнерадостности и прочее, два момента очень важны. Первый. Это то, что нет четкого оформления ваших усилий. То есть ни на что. Постоянно, судя по тому, что вы пишете свои усилия, вы не направляете. Нет точки приложения ваших усилий. Это первое. Второе. Это то, что на определенном этапе вам начинает хотеться отношений. Вопрос в том, для чего. Получается, что в отношениях вы вступаете не потому, что хочется что-то делать для человека, а потому, что начинает хотеться отношений. Простите за постоловку. Дальше. Желание все контролировать. Это в первую очередь проблема личных границ. Почему? Желание все контролировать – это страх. Страх того, что что-то произойдет. Страх перед тем, что нужно будет как-то реагировать, а вы не знаете. Незнание того, как реагировать, вызывает боль. Неподготовленность. Уязвимость. Значит, здесь проблема того, что вы не доверяете себе. Стремление ко все контролировать – это недоверие себе. И проблема личных границ. Вы не защищены, вы себя контролируете. Важность отношений. То есть, ну, то, что вы все время про них думаете, то, что вы хотите все контролировать, и говорит о том, что отношения для вас важны. Или можно немножко по-другому сказать то, что вы слишком серьезно относитесь к отношениям. Опять же, заметьте, что здесь ключевой момент в том, вы относитесь серьезно не к человеку, а к своему взаимодействию с ним. Не к самому человеку. Сам человек вас, ну, вероятно, волнует или интересует не так сильно. И, конечно же, это вызывает вопрос. Вызывает очень-очень серьезный вопрос. Например, почему Сами отношения Важнее вам Чем Человек. Человек. Это первое. Чем Что для вас значит Если вы Что будет для вас означать Если вы Потеряете отношения Человека Что для вас это будет означать То есть вы здесь чего-то боитесь, а вы здесь чего-то опасаетесь. Вот как бы тонкость в том, чтобы разобрать, чего вы опасаетесь. Но, скорее всего, опасаетесь вы здесь одиночеством. Я так думаю. Вы боитесь абсолютно. Может быть вы боитесь того, что молодой человек вам изменит. То есть вы боитесь измены. Есть у вас такой, что называется страх. Страх измены. Конечно, это не точно. Конечно, это не... Ну, это может быть не правда. Но, скорее всего, проблема заключается именно в этом. Если это так, то здесь нужно смотреть, почему вы боитесь... Из-за чего вы боитесь одиночества и из-за чего боитесь измены. Ну, в частности, вот, в частности, ревность, ваша ревность указывает на то, что измену вы боитесь. То есть, вот, именно ваша ревность указывает на то, в частности, к сожалению. То есть, вот, вы боитесь, что молодой человек выберет вас. Выберет другого, другого кого-то. Ну, вот, примерно, в таком контексте вам нужно, ну, двигаться примерно в таком контексте вам нужно смотреть, значит, на эту свою ситуацию. И именно эти моменты мешают вам максимально адекватно воспринимать отношения и людей. Значит, далее вы пишите, что две крайности и баланс его ведь не получается. Скажите, как быть, спасибо. Ну, как обращаться к психологу и работать с проблемами, которые, например, я озвучил. То есть, тут какой вариант, да? Можно, вот, прикинуть, что вам важно глобально в жизни, да? И постараться, в частности, в этом направлении двигаться, ну, как-то вот двигаться. То есть, чтобы, ну, чтобы был какой-то, знаете, чтобы была какая-то вот подушка, что ли, безопасность, да? Вот, чтобы вы не зависели так мощно от, ну, от отношений с человеком. То, может быть, ситуация будет для вас куда более приятной, ситуация будет для вас куда более интересной. ситуация будет для вас куда более какой-то вот такой, знаете, может быть, ну, естественной, да, и так далее. Вот. Постараться найти для себя живой интерес не только в отношениях. с одной стороны и рассмотреть факторы важности для вас мужчины и отношений в целом с другой стороны. Потому что, пока вы этого не сделаете, вы не сможете, ну, полноценно выстраивать отношения. по понятным, я надеюсь, по понятным причинам для вас. Вот, в целом, такой ответ я мог бы вам дать. Я надеюсь, это было полезно вам. Я желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова